Пчеловодство за рубежом Вот такая интересная статья. Давайте послушаем, что он тут предлагает. Сохранение нескольких маток в гнезде зимой и летом. В специальной литературе много писалось о значении запасных маток в весенние и летние периоды. Не существует пчеловода, который не был бы заинтересован в запасных матках. Я думаю, что все пчеловоды этим вопросом заинтересованы. Поэтому, чем больше у вас информации, записывайте в дневничок, как это проверить. Проверяйте. Если у вас сработал один год, пользуйтесь этим методом. Сработал второй метод, пользуйтесь и вторым. То есть у вас большой запас будет. Плодными запасными матками можно возмещать естественные потери маток во время зимовки и ранней весной. Что известно всем, что матки часто теряются. Использовать их в качестве помощниц для дополнительного наращивания пчел к главному взятку и для формирования ранних отводков. Все эти, так сказать, мысли правильные. В результате многочисленных опытов, проводимых в течение 30 лет, иногда с успехом, а иногда и с неудачами, мне удалось разработать несколько несложных, недорогих и доступных каждому пчеловоду способов. Сохранение нескольких маток в одной семье. Часто задают люди вопросы. И я вот нашел эту статейку и решил с вами поделиться. Лично я держал про запас в течение ряда лет по 18 и более запасных маток. Ну, если в одной семье 18 маток, то я думаю, каждый пчеловод был бы доволен. И при том, если круглый год. Основываясь на своих опытах, я пришел к убеждению, что в одной пчелиной семье, содержащей в горизонтальном уле, легко сохранять как в летнее, так и в зимнее время много маток. Делать это можно следующими способами. После того, как из только что сформированных отводка старые пчелы в массе своей слетят, в гнездо его помещают рамку с укрепленными в ней маточными клеточками. Тут показан рисунок, сейчас покажу. Описание устройства рамки будет дано ниже. В этой рамке маток можно содержать как летом, так и зимой. Считаем дальше. Данный прием в основном дает хорошие результаты, однако полную сохранность помещенных в отводах маток он не гарантирует. То есть большая часть сохраняется маток. Частично остающиеся в отводке старые пчелы не мирятся с присутствием нескольких маток и приводят их к гибели. Лучшие результаты получаются от помещения маток в семьи, созданные из однородной массы молодых пчел, полученных путем вывода их в помещении при температуре воздуха 35 градусов тепла или другим способом. То есть инкубатор. Пчел струсивают, рамка запечатанная, ставят, рамка запечатанная, ставят, ну как вот курей выводят, там сколько, 35 градусов, яички ложат, вот такой инкубатор ставят, делают инкубатор, называется, только не для вывода пчел этих цыплят, а ставят, и он поддерживает там температуру 35 градусов, этот инкубатор. И что дальше? Пчелы выходят, там уже старых совершенно нет. Далее читаем. В семью сформированную из этих пчел помещают столько маточных рамок, сколько их плотно могут обсидеть пчелы. То есть инкубатор, по-видимому, хороший, и чтоб пчелы обсиживали, когда они вывели, столько рамок ставят. Все они молодые. Нами испытан также прием содержания маток в семьях, в которых пчел предварительно усыпляют с помощью хлороформа, эфирма, эфира или других наркотических средств. Этот прием дает наилучшие результаты, но для применения его необходимо иметь разведывательного опыта, определить дозу наркотического вещества. С этой целью во избежание ошибок полезно усыплять вначале небольшое количество пчел. Надо сохранять следующую пропорцию. Одну гнездовую рамку, хорошо покрытую пчелами, на 10 заключенных маток. То есть я вам покажу, как он предлагает это вот, чтоб стояло. Вот тут у него есть эта штучка. Вот смотрите, это рамка гнездовая. Вот с этой стороны стоит рамок, клеточек 6, по-видимому, и с той стороны. Ну 5,5 с каждой стороны, по центру он ставит их, видите? Вот. А вокруг я вижу, что это запечатанный расплод, это в летнем состоянии. В зимнем состоянии вместо расплода должен стоять этот самый, как его, мед. В зимнем состоянии пчелы полностью должны обсиживать эту рамку. Вот верхний брусочек, до верхнего брусочка, и пчелы как раз по центру обсиживают. Итак, друзья, читаем дальше. Для усыпления пчел я пользуюсь дымарем, вкладывая в него наркотический материал и вдувая его вместе с дымом в улей через литок. В некоторых случаях усыпляющее вещество может применяться непосредственно в улей. Пчеловод должен внимательно наблюдать за процессом усыпления, независимо от применяемого средства. И когда одурманенные пчелы начнут осыпаться с сотов, улей открывают, хорошо проветривают и вставляют в него рамки с заключенными матками. Затем улей закрывают, обеспечив при этом дальнейшую вентиляцию гнезда через литок и потолок в течение нескольких часов. То есть по видимому сетку ложат на потолок и открывают полностью литок. Для подселения такой семьи впоследствии полезно поставить в ее гнездо одну-две рамки с запечатанным расплодом или подсыпать усыпленных пчел. Эти пчелы обратно в свое гнездо не возвращаются, даже если они будут взяты из улей, находящихся рядом. То есть добавка пчел, если вы боитесь, как эти люди применяли, вернее этот человек усыплял пчел эфиром или другими наркотическими веществами, они отключались и когда их туда ложили, они там это самосвободно принимались. Независимо от применяемого мета, все матки должны быть введены в улей одновременно. То есть всех сразу сажают на эту рамочку, по центру сажают эти клеточки, а не в клеточках, что интересно. Первые два приема могут применены в любой период пчеловодческого сезона. А пользуясь методом усыпления, можно подставлять в улей запасных маток даже в ноябре-декабре. Слышали, друзья? То есть, чтобы подставить маток, поздно осенью, если погода благоприятствует, чтобы пчелы могли облетаться, можно пчел усыпить всех и сразу ставить маток. Тут говорит в ноябре-декабре, если погода холодна, операцию по подсадке маток производят в нагретой комнате. То есть, или в помещении занести, чтобы тепло было, усыпил, поставил и за ночь они там, когда отойдут, отвентилируются, а потом уже утречком можно их выставить, когда они уже обсели, хорошо приняли. Далее читаем. Уход за многоматочными семьями зависит от периода, для которого они предназначены. Даже в летнее время пчелы должны хорошо покрывать все рамки, чтобы в случае неожиданного похолодания рамки с матками не оставались без пчел. Для подсиливания этих семей мы пользуемся поочередным освобождением маток на 4-5 дней. Такие матки немедленно начинают откладывать яйца. То есть, если им надо подсилить этот инкубатор, где находятся матки в запаснике, это семья, где матки всегда запечатаны находятся. И пчелы на протяжении месяца, они имеют свойство где-то 10% или больше, умирают, отходят, как говорится. Эта семья всегда, она не работает, она сохраняет маток. Это ее предназначение этой семьи. И чтобы подсилить эту семью, пчеловоды берут из этой семьи одну маточку, подпускают ее в сделанный отводок. Этот отводок накладывает яиц, вот, и через 4-5 дней ее возвращают. Так, а, они просто выпускают в этой семье, они не отводок делают. В этой семье одну матку выпускают. Она насеет яиц за 4-5 дня. Следует, однако, заметить, что матки, особенно после пребывания в изоляции, в течение 3-4 недель ухудшают яйценоскость, а иногда и прерывают ее. Но после нескольких дней свободы восстанавливается. Большинство же маток проявляет при их освобождении повышенную яйценоскость, в результате чего семьи хорошо усиливаются. Обратили внимание, в основном 90% семьи моментально усилятся. Пчелы обступают эту матку, которую освободили из клеточки. Вот, они дают ей возможность 100% сеять, ее холят, лижут, ласкают, кормят. И она очень усилена, буквально как ранней весной, в любой период времени она вам засеет 5-6 рамок. Во время опыта я испробовал различные системы клеточек, изготовленные из дерева, жести или картона. Содержал их группами индивидуально. В настоящее время я пользуюсь клеточками, сгруппированными в наборе из 8, 12, 18 штук, изготовленными из деревянных дощечек толщиной 2-3 мм и шириной 27 мм. Внутренние размеры клеточки 25 мм высота, 27 мм ширина и 29 мм длина. Я думаю, вы все понимаете, 25 мм, еще поясняю, высота 27 мм ширина, 29 мм длина. Ну, почти что квадратный, но на 4 мм. И, так сказать, с деревянных дощечек толщиной 2-3 мм. Каждая клеточка снабжена крышкой в виде дверцы, изготовленной из разделительной решетки. Другая, открытая сторона клеточки накрывается общей разделительной решеткой. Такое устройство набора клеточек позволяет пчелам входить и выходить из них с той и с другой стороны сота. После этого, как набор клеточек будет собран, его окунают в горячий воск. То есть, клеточки набор, он делает набор на 18 рамок. С этой стороны полностью разделительная решетка, к этому набору прибивается кусок. А с этой стороны делает он, ну, так сказать, дверки из разделительной решетки. А остальное там, по-видимому, не понял. Я как, ну, ну, короче, открывается дверка из разделительной решетки. Возможно, на каждое. Вот. Такое устройство, так, 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 читаем. И все это опускает в горячий сок, то есть, когда горячий воск, чтобы воск покрывать эти клеточки и все. Для сохранения мата к зимой я пользуюсь клеточками, сгруппированными по 8, 12, 18 штук в одном наборе. Причем половина из них находится с одной стороны рамки, а вторая с другой стороны. Донышки, клеточки и боковые стенки общие. Донышки и боковые стенки общие. Они изготавливаются из фанеры толщиной 2 мм. Крышечки имеют такой же вид, как и вышеписанные. Размеры клеточек следующие. 45 мм длина, 29 мм ширина, 12 мм высота. Они хороши также для содержания маток и в летнее время. То есть, на длину 45 мм длина, и это хорошая длина. Набор клеточек укрепляется внутри рамки, примерно на 1 см ниже верхней планки. Специальное окно, вырезанное в соте, точно по размеру набора. Клеточки укрепляются в старые соты, даже черных. В рабочую пору они вставляются в середине гнезда, между рамками с мёдом. Во время зимовки рамки с клеточками должны содержать примерно 2,5 кг мёда и иметь по бокам по полной рамке мёда. То есть, эта рамка с клеточками врезается. По центру я вам показывал, она врезается. Вот, еще раз могу показать. Вот, пожалуйста, посмотрите. Это летняя с расплодом, который запечатанный. Вот, но она врезается по центру. Вот, и она ставится посередине, между двумя полными рамками с мёдом в зиму. Так, читаем, осталось немножко. То есть, чтобы нам понятно было, подготовка этой рамки с лета, а не осенью. С лета она у вас уже подготовленная, стоит на краю гнезда, где можно её залить мёдом. И она залита мёдом, осталось только клеточки посадить матки. То есть, эта рамка должна быть готова. Тогда вы эти просто рамки можете ставить в любую семью, усыпив семью. Или другим методом. Читаем дальше. Не меньше, чем 2,5 килограмма мёда должна эта рамка иметь. И плюс по бокам рамки полностью с мёдом. Если какая-нибудь матка выскочит из клеточки, чего не должно случаться, её сажают обратно. Нужно однако знать, что пчёлы не перестают заботиться и о других запёртых матках. Если одна из них вышла из клеточки или была выпущена нами, то есть он выпускает, чтобы она подсеяла. Скверно, когда выскочат 2 матки или больше, потому что при встрече они немедленно схватываются и одна из них неизбежно погибает. Считаю, что вышеописанные способы содержания маток летом и зимой послужат многим на пользу и не открывают новые пути к повышению продуктивности пассий. Как я говорил, Румынская Народная Республика Бухарест. Пчеловод с Румынии. Итак, друзья, я считаю, что это весьма интересный опыт, весьма интересная информация. Если вам понравилось, ставьте лайки, скачивайте видео, записывайте в дневничок и постарайтесь сделать на основании этого, если вам это понравилось, клеточки эти и врезать в рамку. Пока зима, подготовьте, сколько вам надо рамок? 5, 6, 10. Врежьте 10 рамок по весне, когда начнется медок, зальют они медом, у вас уже готово. Ну а рамки полностью залитые с медом по бокам поставить и сформировать гнездо, я думаю, у каждого человека хватит ума. Главное, чтобы вот эти клеточки были готовы. Ну и естественно, когда клеточки готовы, вы должны подготовиться выводить маток самым наилучшим способом. У меня много различных советов на моих видео. Если вам что-то понравилось, если что-то не понравилось, самым простым способом выводите. Здесь вот интересная информация всегда есть на моем канале, практическая. Не просто пропиариться, а люди делятся опытом. Итак, до встречи, подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Я думаю, вы будете успешны и всегда радостны, когда ваше желание выполнилось. И ваши семьи хорошие, здоровые, и они развиваются, и матки запасные есть, и можно угостить медом и близких, и дальних. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok